МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Прежде всего, Единая Россия – это правящая партия. Медведев ее уславляет. Он обязан отвечать за каждое слово и за политику своего правительства. Геннадий Зюганов дал эксклюзивный комментарий для нашего телеканала относительно резонансных заявлений премьер-министра России Дмитрия Медведева. Пока что России удавалось удачно избежать втягивания в непосредственное военное соприкосновение даже с Украиной. Но полностью исключить этого нельзя. Провокация на полуострове. Чем может обернуться неудачная попытка проникновения украинских диверсантов в Крым? Загнали в долговую яму. Вот мне конкретно пришлось отключить домашний телефон, потому что мне платить за него нечем. За газ у меня пошли долги. Рабочие места сокращаются, а задолженности по зарплате растут. Выживать человеку труда день от дня становится все тяжелее. Решение Паралимпийского комитета несправедливо, абсурдно и нарушает так называемые европейские ценности. Решение Международного Паралимпийского комитета, который приостановил членство Паралимпийского комитета России, противоречит базовым принципам международного права, считают в нашей стране. Предвыборные страхи партии и власти. Центральный исполком Единой России выпустил брошюру, предназначенную для партийных агитаторов. По словам заместителя секретаря Генерального совета Единой России Ольги Баталиной, такую брошюру предложили сформировать региональные отделения партии, которым в условиях кризиса в стране стало неловко отвечать на сложные вопросы избирателей. Цитата. Из памятки для агитатора выясняется, что Единая Россия находится у власти всего 9 лет, с 2007 года. При этом правящая партия предпочитает не напоминать избирателям, что за счет одномандатников еще в 2003 году им удалось сформировать крупнейшую фракцию в Госдуме. Получив конституционное большинство в парламенте, именно они приняли все самые непопулярные законы в стране. Прежде всего, Единая Россия – это правящая партия. Медведев ее возглавляет. Он обязан отвечать за каждое слово и за политику своего правительства. Они не хотят отвечать по одной причине. Потому что хотят, провалив все основные показатели, вдруг опять добиться на выборах победы. Надо иметь в виду, что еще никогда в истории ни одной европейской страны не было, чтобы снова избиралось то же правительство, которое просадило все, что только можно и нельзя. Агитаторы партии власти должны объяснять гражданам, что аварийное жилье в стране – это вина советской власти. Денег на закон о детях войны в казне нет. Система единого государственного экзамена в целом работает успешно. А прогрессивная шкала налогообложения приведет к падению российской экономики. Все эти и многие другие моменты призваны ударить по предвыборной программе КПРФ. Такие попытки неоднократно предпринимались в партии власти в преддверии выборов. Напомним, что именно советская власть за счет государства отстроила страну в послевоенные годы, подняла промышленность и науку. Но следуя логике авторов, брошюру «Агитаторы единой России» стоило бы закончить фразой из одной известной песни. Если в Краине нет воды, воду выпили. Сами знаете кто. В продолжении темы предвыборной гонки. Накануне источники издания РБК в Кремле заявили, что премьер-министр России Дмитрий Медведев стал жертвой средств массовой информации. Сообщается, что в преддверии 18 сентября его совет учителям идти за деньгами в бизнес тиражирует противники Дмитрия Медведева, желающий «Единой России» поражения на выборах. В комментарии нашему телеканалу Геннадий Зиганов делится своим мнением на этот счет. Учитель – это гордость нации. Учитель в Китае, Конфуции все зовут великий учитель. Если вы приедете в Японию, вам самураи скажут, это мой лучший учитель, и перед ним все двери открыты. А когда премьер заявляет, что иди, занимайся бизнесом, так если, может быть, куда-то идти, ну куда не ткнетесь, или работы нет, или этот бизнес задушили, или такие кредиты, и такие налоги, и такие церберы сидят, от которых те завтра пустят, тоже помер. Поэтому я хочу извиниться перед учителями, перед родителями. Каждый родитель дорожит хорошим учителям. Это вообще не достойно ни правительства, ни руководителей. Мы все сделаем, чтобы профессия учителя была самой уважаемой и славной. Так же, как и преподавателя в УЗИ, так же, как и врача, так же, не говоря уже о рабочем, крестьянине, инженере. Главные профессии должны быть особо уважаемыми, почитаемыми. Тогда и страна будет преуспевать. Президент Украины Петр Порошенко поручил привести в усиленную боевую готовность подразделения ВСУ на границе с Крымом и на линии столкновения в Донбассе. С российской стороны в Крыму в связи с попытками диверсии на полуострове усилены меры безопасности. Напомним ранее, Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении в Республике Крым терактов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. В районе города Армянска была обнаружена и задержана группа диверсантов. В результате перестрелки погибли двое российских военнослужащих. Чего следует ожидать и какова ситуация в регионе, расскажет Рустам Сабанчеев. По делу о подготовке диверсии на полуострове на данный момент задержано 7 человек. По данным ФСБ, на месте боестолкновения были обнаружены 20 самодельных взрывных устройств с суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и оружие, стоящее на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины. 10 августа Владимир Путин в ходе официальной пресс-конференции с президентом Армении Сержем Заркисяном прокомментировал ситуацию на Крымском полуострове. По словам главы государства, украинские власти перешли к практике террора. Мы, безусловно, мимо таких вещей проходить не будем. Но я бы хотел обратиться еще и к нашим американским, европейским партнерам. Думаю, что для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способа решения проблем путем переговоров, а переходят к террору. Вот это очень тревожная вещь. Кроме того, президент отметил, причина диверсии кроется в попытке отвлечь народ Украины от тяжелой экономической ситуации в стране. Напомним, в Киеве сейчас продолжаются протесты. В их числе голодовка шахтеров, которые уже на протяжении нескольких месяцев не получали заработную плату. Тем временем в Вашингтоне представитель Киева при ООН Владимир Ельченко заявил о том, что Украина готова в любой момент созвать внеочередное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Большая война идет. Идет она даже не с 13-го, а с 14-го. Она идет как минимум с 2008 года, а может быть и раньше. Идет она между Россией и Соединенными Штатами, только она пока не вылилась в большие бои. Если вы имеете в виду, можно ли прогнозировать крупные столкновения, то очевидно да. Не скажу, что обязательно с российским участием. Потому что пока что России удавалось удачно избежать втягивания в непосредственное военное соприкосновение даже там с Украиной. Но полностью исключить этого нельзя. В Москве 11 августа Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. В ходе заседания президент обсудил дополнительные меры по обеспечению безопасности в Крыму на сухопутной границе, в морской акватории и в воздушном пространстве. Я только-только сейчас вернулся с Джанкоя. Мы общались с людьми, спрашивали, какая ситуация. Вы знаете, Джанкоя живет обыденной жизнью. Единственное, они знают, что весь гарнизон Джанкоевский поднят по тревоге. Они находятся на передовых позициях. Они охраняют наше мирное небо в Крыму. И на данный момент у нас все спокойно и тихо. На полуострове, впрочем, уверены, диверсия с украинской стороны – это не более чем продолжение череды провокаций в отношении местных жителей и инфраструктуры Крыма. У меня было одно мнение. То, что Украина не может успокоиться. Не может успокоиться, что в Крыму проходит нормально курортный сезон. Что после блокада мы все равно оправились. Что сейчас у нас нормально с электроэнергией. И вы посмотрите, они же каждый год потовили против нас какие-то провокации. То воду перекрыли. То транспорт перестал ходить на Украину. Сначала железнодорожный, потом автотранспорт. Продовольственная блокада. В конце концов, потом электрическая блокада. И сейчас нужно было что-то еще предпринять. О возможных ответных мерах пока ничего не известно. Однако эксперты отмечают, серьезных военных действий ожидать не стоит. Ответ должен быть адекватным. Понятно, что из-за провокации войну никто начинать не будет. И понятно, что организаторы провокации должны быть наказаны. Тем не менее, эксперты уверены, бои будут продолжаться скорее в форме гражданской войны на юго-востоке Украины. Где ситуация за последнее время серьезно обострилась. Рустам Сабанчеев, Алексей Кочнев, Красная линия. В России пресечена деятельность экстремистской группы «Рахнамо». Которая пропагандировала идеи запрещенной в России международной террористической организацией «Исламское государство». Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России. Как отметили в ведомстве, в целях конспирации в сети интернет члены сообщества использовали специальные программы шифрования данных. Следственное подразделение ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении главаря ячейки и троих ее участников. Коротко о других новостях в стране. Сообщения о предотвращении терактов на границе с Украиной не окажут негативного влияния на туристический поток в Крым. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, в курортной зоне полуострова никаких происшествий не было зафиксировано. Туристы находятся в безопасности. Ранее Сафонов заявлял, что с каждым годом турпоток в Крым возрастает. И эта тенденция имеет устойчивый характер. Комиссия Центра избиркома России при проверке списков кандидатов в депутаты на выборах в Госдуму выявила 80 человек с двойным гражданством. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. Около сотни кандидатов в депутаты были ранее судимы. При этом большая часть из них эту информацию утаила. Напомним, выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года. Военные уничтожили в зоне заражения сибирской язвой в Ямало-Ненецком автономном округе останки более 2000 оленей, погибших от этой болезни. Напомним, полномасштабная операция по борьбе с сибирской язвой на Ямале началась 1 августа. По словам местных властей, ликвидировать последствия вспышки инфекции планируется до 15 августа. В Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Как стало известно, летняя засуха уничтожила почти половину всех сельскохозяйственных посевов, в том числе зерновых, технических и кормовых культур. Администрация Санкт-Петербурга построит выставочный центр для проекта Русской Православной Церкви «Россия. Моя история». Здание появится на том месте, где ранее собирались построить легкоатлетический манеж и музей блокады. Но на них в казне города не нашлось средств. Смотрите далее в информационной программе «Темы дня». Рабочие места сокращаются, а задолженности по зарплате растут. Выживать человеку труда день ото дня становится все тяжелее. Как побороть такое системное кризисное явление, как задержка заработной платы? В нашей студии юрист Денис Меркулов. По данным последнего опроса социологов Высшей школы экономики, 24% российских семей, особенно многодетных, назвали себя бедными и очень бедными. У половины из них не хватает денег даже на то, чтобы вовремя погасить коммунальные платежи. Только за этот год в режим неполной занятости работодатели перевели уже около 300 тысяч сотрудников. И зачастую их согласия никто не спрашивает. О том, как сегодня выживает человек труда, в материале Георгия Крысенко. Прогнозы экспертов по результатам последних социологических опросов населения неутешительны. Уже 40% работающих российских семей грозит бедность. По данным Росстата, на 1 июля 2016 года задолженность по зарплате в бюджетном секторе составила около 4 миллиардов рублей. Сейчас мы находимся с моим работодателем в стадии судебных разбирательств. Потому что я по этому поводу подала исковое заявление в суд Кировский. Сейчас идут судебные разбирательства. Добиваясь справедливости, чтобы меня восстановили в моей должности, чтобы дали мне работать по совместительству, чтобы дали мне нормально, спокойно трудиться на плаг скорой помощи. И, естественно, получать соответствующую зарплату. А работодатель сейчас работает только, чтобы всевозможность экономить на сотрудниках. И положить себе в карман побольше. Руководители станции скорой медицинской помощи в одном из районов Уфы отправили свою заведующую Светлану Юсупову в так называемый «простой» после реорганизации, когда ее должность официально упразднили. Кроме того, опытному специалисту-реаниматологу с многолетним стажем не дали трудиться по совместительству обычным линейным врачом-скорой. А все потому, что Светлана, как член независимого профсоюза медработников, активно боролась за права своих коллег, уверены сотрудники станции. Но она не приняла позицию администрации. Она пошла против позиций, против их системы. Поэтому так и случилось. Она пошла, потому что она как выездной врач. Ей не понравилось то, что с нас сняли ночные. Но это вернули. Потом стали сестеру вонять. Это тоже отвоевали. Получилось. А Светлана Арнольдовна, я вот не знаю, отправили ее на простой. На сегодняшний день, когда нехватка кадров, таких квалифицированных кадров, и на простой отправлять. Сейчас Светлана Юсупова сидит дома, получая две трети от основного оклада. Естественно, без надбавок и премий. Это всего 10 тысяч рублей. Опытный специалист с огромным стажем, вместо того, чтобы помогать людям, вынужден проводить время в судах, отстаивая свое право на труд. Как так? Не хватает? В городе Уфе не хватает скорой помощи сотрудников, да? И тут выше квалифицированного сотрудника, заведующего скорой помощи подстанцией, отправили вынужденную простой. И я считаю, это неправильно. За это надо кого-то наказать и решить этот вопрос. Если уфимскому медику Светлане Юсуповой работодатель платит хоть какие-то деньги, то сотрудники единого расчетно-кассового центра в Курске вообще остались без средств к существованию. Наши единственные учредители, то бишь администрация города Курска, где мы проживаем все, она должна была позаботиться о том, чтобы коллектив не пострадал. У меня двое детей, которым надо каждый день давать деньги в школу на обеды. И помимо собираются деньги. То есть в данной ситуации я не знаю, как мне быть. Работу биржа не предлагает. Поначалу бывшие работники ЕРКЦ хотели уладить вопрос с бывшим работодателем напрямую, безрезультатно. Обращения к городским властям и в прокуратуру также были впустую. После нескольких пикетов и митингов чиновники пообещали рассчитаться с людьми. Но только до сих пор непонятно, когда. С ноября 2015 года у ЕРКЦ перед работниками образовалась большая задолженность по выплатам заработной платы, компенсации, отпусков, выходных пособий. Только руководители получили выплаты заблаговременно. И мы приложим все усилия для восстановления прав трудящихся. Сегодня стремительно ухудшающееся социально-экономическое положение в стране уже приводит к достаточно многочисленным протестам со стороны населения. Пока это в основном локальные вспышки, но их много. Протесты таксистов в Омской области, митинг строителей в Абакане, выступления учителей в Забайкалье, забастовки медиков в Ижевске. Протестная карта будет и дальше расширять свои границы, пока в стране не изменится отношение к человеку труда. Георгий Крысенко, Алексей Кочнев, Красная линия. Гость нашей программы юрист Денис Меркулов. Денис Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня многие трудящиеся по всей стране жалуются на невыплату заработных плат. К нам в редакцию постоянно приходят сообщения о том, что проходят где-то голодовки, митинги, акции протеста различные, также забастовки рабочих. На ваш взгляд, что можно сделать с таким уже ставшим системным явлением, как невыплаты заработной платы, и что вы порекомендуете людям предпринять, когда зарплата не выплачивается? Порекомендовать можно только обратиться в надзорные органы, это трудовые инспекции, это прокуратура, которая, как правило, дает указания той же трудовой инспекции, проверит работодателя на предмет невыплаты заработной платы. К сожалению, системные меры, которые проводятся действующим правительством, они недостаточно здесь действенны, и поэтому возникают такого рода социальные проблемы. Денис Валерьевич, Вы упомянули о надзорных органах, в которые могут обращаться люди, которым задерживают зарплату, прокуратура, трудовая инспекция. Насколько их помощь реальная и что они могут сделать с работодателем? В некоторых случаях их помощь действительно реальная, то есть они могут выехать на место, могут составить акт о невыплате заработной платы, это проверка показаний на месте, то есть взять объяснение работников, и в некоторых случаях это действительно помогает. Но, к сожалению, законодательство сегодня построено таким образом, что все это происходит уже в судебном порядке, то есть взыскание заработной платы. Сегодня удельный вес гражданских судопроизводств находится в судах общей юрисдикции. Очень много обращаются люди в суд с исками о взыскании заработной платы. Поэтому, к сожалению, в этой ипостаси приходится действовать только таким образом. Потому что банкротятся компании, либо просто меняются учредители, и, в общем-то, нет той меры ответственности жесткой для работодателей, каких-то чудовищных штрафов, или же просто дисквалификации за невыплату. Есть гражданские правовые отношения, и все примерно прекрасно понимают, что процессы эти долгие, они могут затягиваться, их можно тянуть. И очень сложно, конечно, выходить победителем в такой ситуации, но нужно добиваться, нужно жаловаться, нужно идти до конца, нужно судиться. И в большинстве случаев суды, 95% принимают в сторону именно работника, чем работодатель. В советское время такого понятия, как невыплата зарплаты, задержка заработной платы, в принципе, не существовало. Не кажется ли вам, чтобы для того, чтобы побороть системные явления, нужно поменять социально-экономическую политику государства? Нужно ужесточить меры ответственности, то есть наказание за невыплату заработной платы. То, что касается советского времени, к сожалению, сейчас как до луны. Вот государство сегодня превратилось в такого рода крокодила, у которого свои права нужно просто вырывать. И в советское время у нас, мы знаем, участковый знал каждого своего жителя, и одного участкового хватало на целый район. А сейчас у нас их там сто, и они даже не знают, что у них происходит. И письма читались, не приходили отписки, как сейчас люди эти пачками отправляют заявления, и они остаются без рассмотрения. Поэтому, конечно же, нужно брать тот положительный опыт, который у нас был от нашего советского прошлого, и применять его в сегодняшней России. Как вам кажется, какие еще меры необходимо предпринять для того, чтобы улучшить жизнь трудящихся в нашей стране? Конечно, нужно возвращать те стандарты социальные, которые были в Советском Союзе. Брать все то положительное, то, что нам дало наше советское прошлое, и работать с этим. Денис Валерьевич, я благодарю вас за беседу. Большое спасибо, что пришли к нам. Пожалуйста. Думаю, что гость нашей программы – юрист Денис Меркулов. Смотрите далее в программе «Темы дня». Решение Международного паралимпийского комитета, который приостановил членство Паралимпийского комитета России, противоречит базовым принципам международного права, считают в нашей стране. В Новосибирске поддерживают идею возрождения сдачи норм ГТО. При поддержке областного комитета КПРФ в городе открыли еще одну спортплощадку. Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета Тома Субаху по поводу отстранения российских спортсменов от Паралимпиады 2016 года. Он отметил, что это решение МПК находится в выразительном противоречии с базовыми принципами международного права и европейской культуры, лежащих в основе олимпийских и паралимпийских ценностей. Позицию главы Паралимпийского комитета России поддержали и в КПРФ. Решение Паралимпийского комитета несправедливо, абсурдно и нарушает так называемые европейские ценности, которым нас пытаются учить наши американские и европейские, как сейчас говорят, партнеры. Если это решение не будет отменено, то невольно вспоминается Шпенглер, который провозгласил еще в начале 20 века закат Европы. Это точно закат европейских ценностей. Коротко о других международных новостях. Киевские силовики за минувшие сутки более 200 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Как сообщает ТАСС, обстрелы велись из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов и стрелкового оружия. Сотни людей вышли на улицы Сантьяго, чтобы выразить протест против новой реформы пенсионной системы, предложенной президентом Чили Мишель Бачилет. Протестующие вступили в столкновение со стражами порядка, после чего полицейские применили дубинки и слезоточивый газ. В последнее время акции протеста в Чили стали носить массовый характер. Власти США должны сделать выбор между Турцией и террористической организацией фетхолохистов. Такой ультиматум штатам выдвинул турецкий президент Реджеп Таип Ардаган после неоднократных запросов об экстрадиции фетхоллаха Гюлена. Напомним, Гюлена обвиняется в организации попытки государственного переворота в Турции. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп обвинил президента Барака Обаму в создании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Ранее миллиардер, критикуя администрацию Обамы, выразил мнение, что он является несостоятельным лидером, который дестабилизировал мир и сделал его менее безопасным. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 за последние сутки разбомбили ряд объектов, запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В частности, уничтожен крупный склад с оружием, боеприпасами и горюче-смазочными материалами вблизи города Рака. Во время поездки по Краснодарскому краю премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что считает совершенно нормальной передачу изъятых сельхозземель фермерским хозяйством без торгов. При этом премьер-министр выступил против сокращения мер поддержки аграриев. Как сегодня живут предприятия, которые занимаются сельскохозяйственным машиностроением, расскажет Аркадий Медведев. Два года назад президент Владимир Путин при встрече с председателем Совета директоров Ассоциации «Росагромаш» Константином Бабкиным интересовался, почему не производите тракторы в России, а экспортируете из Канады. Президенту подготовили аналитическую записку, в которой тогда объяснили, что это невыгодно. В Канаде, ну и в других развитых странах, налоги на самом деле ниже, чем в России, вопреки общепринятому представлению. И главное, что там налоговая система имеет стимулирующий характер. И производителям, предприятиям гораздо выгоднее вкладываться в модернизацию. Стоимость ресурсов дальше сравнивалась. Выяснилось, что в Канаде на тот момент электричество стоило более чем в два раза дешевле, чем в России. В великой энергетической державе, которая завалит энергию. Система поддержки экспорта, которая в России отсутствует, в Канаде она налажена достаточно хорошо. Система защиты рынка, система поддержки крестьянства. В Канаде это приоритет государственной политики. На тот момент в России, ну, внешнеторговая политика, она была направлена на вступление в ВТО. И этой идеей приносились в жертву интересы, что крестьян, что сельхозмашиностроителей. Россельмаш планирует показать новую линейку техники осенью в Москве на международной специализированной выставке сельхозтехники «Агросалон». Но уже сейчас очевидно, что эта премьера, скорее всего, не станет последней. Россельмаши в дальнейшем планируют налаживать производство новых моделей сельхозтехники в России. Если политика правительства не изменится и очередной виток борьбы с инфляцией не погубит промышленный рост. Аркадий Медведев, Владимир Червяков. Красная линия. Ростов-на-Дону. В Новосибирске во дворе дома 258 по улице Дуси-Ковальчук состоялось открытие новой спортивной площадки, построенной на средства, выделенной депутатским корпусом КПРФ. Поводом для открытия площадки стало обращение новосибирцев к депутату законодательного собрания от КПРФ Андрея Жирнову. Жители района хотят, чтобы занятия физкультурой и спортом были доступны им и их детям. Кроме того, в новосибирском отделении КПРФ поддерживают возрождение сдачи норм ГТО. Новая многофункциональная спортивная площадка позволит самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике. И еще привычку вести здоровый образ жизни здесь вырабатывают с детства. Делали ставку не на профессиональный спорт, а больше на спорт для ребятишек, на массовый. Чтобы в каждом дворе была своя площадка для занятий спортом, чтобы в каждом дворе была площадка для занятий в хоккей, футбол. И на наш взгляд это правильно. Это дает свои результаты. Наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...